Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Захотелось нам сегодня наггетсов, но мы не можем приготовить как нормальные люди, просто взять и приготовить наггетсы. Нам надо их приготовить как всегда с какими-то сложностями, интересностями, ну в общем как-то надо приготовить. Поэтому сегодня будем готовить наггетсы, куриные наггетсы по технологии Сувит. Для этого используем наш чудесный прибор, Сувит украинского производителя Мирта, который работает у нас, кстати, очень интенсивно, уже больше года, работает вообще великолепно, никаких с ним проблем нету. Кстати, ссылку на обзор прибора найдете в описании этого ролика, если вам интересно, зайдите, посмотрите, там же есть ссылка на покупку этого прибора. А мы давайте приступим к наггетсам. Для приготовления нам понадобится куриное филе. Из специй в этот раз решили использовать гранулированный чеснок, острый перец по желанию и соль. Кстати, полный набор ингредиентов и текстовый рецепт вы найдете в описании этого ролика. Для панировки используем муку, яйцо и вот мне очень нравится панировка в тертом батоне. Сейчас посмотрите, может и вам понравится. Если не понравится, то можно использовать обычные панировочные сухари. И для соуса в этот раз решили использовать чеснок, майонез, сметану и американскую горчицу. Пока я буду резать наггетсы, давайте поговорим, для чего их готовить по технологии Сувит. Во-первых, я хочу их заготовить на два раза, потому что у нас намечается какое-то мероприятие с питьем пива. И не хотелось бы возиться с наггетсами сразу, ну как бы перед этим. Поэтому я их сейчас заготовлю. Приготовленные продукты по технологии Сувит в вакууме могут храниться в холодильнике совершенно спокойно. То есть у вас получается фактически готовый продукт. Вам не надо ничего делать, только произвести конечную тепловую обработку. Второе преимущество приготовления по технологии Сувит, то что вы не пережариваете продукт. Ну в данном случае у нас наггетсы должны быть жареные. И вот очень сложно, когда жаришь наггетсы в кляре, сложно угадать, чтобы они получились сочные, не сухие, нормально прожаренные и в то же время не сырые. А так мы получаем практически готовый продукт. Нам остается его только обжарить в кляре буквально в течение очень короткого времени для того, чтобы приготовился только кляр. Ну и обсыпка, естественно. А сам продукт у нас уже практически готов. И самое главное, он у нас сочный. То есть у нас наггетсы не получатся сухие. Шансы их пересушить практически сведены к нулю. Замариную мясо в специях подготовленных. Да, специй, собственно говоря, не очень много. Как-то и специями это назвать нельзя. Чуть-чуть чесночка, да и все. Разделяю его порционно по вакуум пакетам. Чуть-чуть порционно, чтобы понимать, что вот такую вот порцию я съем за один раз. Ну в данном случае мы с Нарисой то будем ее есть за один раз. Завакумирую пакеты. Хотя если у вас нет вакууматора, можно использовать ЗИП пакеты. А если вакууматор у вас есть, я вам расскажу еще одну интересную штуку. Очень классно в вакууме мариновать мясо для шашлыка, для барбекю, для всяких подобных штук. Оно маринуется значительно быстрее и значительно качественней. Устанавливаем температуру на нашем Сувиде. 65, да, Варис, решили? Да, 65. 65 градусов. И устанавливаем время. Получается 30 минут будем готовить при температуре 65 градусов. Что еще хорошо в приготовлении по технологии Сувид, то что установил температуру, установил время и забыл об этом приборе. Он сам нагреет до нужной температуры, причем очень точно, до нужной температуры ваше блюдо. Сам определит время, вот когда вода нагрелась до температуры 60 градусов, начнется отсчет времени. Потом полчаса приготовления и после этого просигналит о том, что блюдо готово. Вот, собственно говоря, и будем ждать, пока оно будет готово. А пока наггетсы варятся, приготовим соус. Ну, хотя это громко сказано, приготовим соус. Смешаем майонез с горчицей и со сметаной. Любым способом измельчим чеснок. Сейчас его порежу меленько. Отправим его в наш соус. При желании, вернее, по желанию добавим немножко черного перца и немного соли. Ну, солить надо по вкусу. Соус майонез сам по себе немножко соленый, поэтому солить много не надо. Вкусный соус для наггетсов готов. Теперь подготовим батон для панировки. Для этого тоненько вот так вот срезаю с него всю его шкурку ненужную. Вот таким вот образом. И потру батон на крупную терку. Вспомнил фразу, друзья, из какого-то фильма, или не из фильма. Ты на кого батон крошишь? Вот я крошу на тарелку в данном случае. А на кого в фильме тот чувак крошил, конечно, не помню. В общем, такая вот у нас батоновая крошка должна получиться. Ждем, пока приготовятся наггетсы. Примерно через 40 минут. 10 минут занял нагрев воды и 30 минут приготовления. Прибор подает сигнал о том, что пора, так сказать, его выключать. Наггетсы готовы. Сейчас охладим их при комнатной температуре минут 10-15. Один пакет я заморожу, а второй сразу же приготовим. Наггетсы остыли. Следует извлечь их из пакета. И перед тем, как жарить, просушить бумажным полотенцем. Ну, можно и не бумажным, на самом деле. А в это время, друзья, мы приготовили глубокую сковородку, в которой будем готовить наггетсы. Также можно использовать фритюрницу обычную или любую кастрюльку с растительным маслом. До какой температуры, Ларис, мы масло нагреваем? До 200 градусов. Нагреваем масло в кастрюльке или в сковородке или во фритюрнице до 200 градусов. Разогрели масло. И очень часто спрашивают, как вы определяете температуру масла. Есть вот такой вот приборчик, пирометр. Направляешь его. Кстати, и он показывает температуру. Очень удобная штука. Продается на Алиэкспрессе. Стоит сущие копейки. Но вернемся к наггетсам. Панируем наггетсы вначале в муке. Потом во взбитом яйце. И вот в этом вот нашем натертом хлебушке. И отправляем жариться. 30 секунд. Переворачиваем на другую сторону. И минута извлекаем готовый наггетс. Таким образом, в масле он проводит достаточно короткий промежуток времени. Таким образом, мы с Ларисой вдвоем жарим все наггетсы. Ой, упал. На масле, ну, в масле каждый наггетс проводит не более минуты, а то и чуть-чуть меньше. И выкладываем их, кстати, на тарелочку, застеленную тоже бумажным полотенцем. Чтобы лишний жир стек. Ну что ж, друзья, давайте разрежем и посмотрим, насколько вкусно у нас все там получилось внутри. А получилось у нас здесь просто потрясающе. Он даже сок выступает. Если бы мы наггетсы жарили просто во фритюре, то заняло бы все это минут 5-6 сама жарка. Ну и, соответственно, со всеми вытекающими отсюда канцерогенами. Для верности покажу крупным планом. Как видите, наггетсы получились очень-очень сочные. Вот не знаю, видно на фото, но вот я нажимаю, видно, что курица, грудинка, она именно сочная. Она не высушилась. И должна быть, естественно, вкусная. Ну, сейчас попробую. Ну что, друзья, начну с разрезанного. Надо было его в соус не обмакивать сразу же. Ммм, сочно. Класс. Вот сложно просто во фритюре приготовить в таком виде куриную грудинку. Она либо будет не готова, если готовить очень короткий промежуток времени, либо просто высушится и будет похоже на сухарь. Это просто, ну, она идеальная. Итак, друзья, с удовольствием вам представляем рецепт куриных наггетсов. Ну, кстати, я еще в самом начале не люблю эти иностранные слова. Все-таки это куриная грудинка, пожаренная во фритюре в кляре. Ну, сейчас принято называть наггетсы. Что за наггетсы? Мне это тоже непонятно. Но все равно с удовольствием вам представляем рецепт наггетсов. Попробуйте приготовить по технологии сувид. Ну, конечно, можно обойтись и без сувида, приготовить просто наггетсы. Но так они получаются реально значительно сочнее и, на мой взгляд, даже полезнее. Пробуйте, если есть вопросы, задавайте в комментариях под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А мы с Ларисой готовим для вас новые интересные рецепты. Всего доброго, пока!